Всем привет! Сегодня полезные советы на все случаи жизни. Также разыграем три шуруповерта DeVolt. Условия в процессе видео. Занимаясь отделкой в доме, приходилось наращивать алюминиевый профиль для установки обрешетки в ванной. И вот вам отличный совет, как быстро и просто состыковать два элемента. Нам нужно взять кусочек профиля в 10-15 сантиметров, уложить его в паз другого профиля, взять небольшую по диаметру трубу или маркер, в общем, что-то круглое, и продавить его. Далее вставляем нашу половинку в края заготовки, и останется закрепить саморезами с пресс-шайбой, и у нас получится ровное и надежное соединение. Делая временное освещение в доме, я устанавливал патроны и всегда сжимал проводок по прямой, но это ненадежно, и есть шанс его выскальзывания. Вот вам отличная идея, как закрепить провода в патроне намного надежней. В патроне имеется отверстие, которыми мы и воспользуемся. Загибаем проводок и просовываем его через эти отверстия в сам патрон, и зажимаем болтики. Таким образом патрон будет висеть надежней, и уже не сорвете его случайным образом, если будете проходить мимо или чем-то зацепите. Если вам нужно покрасить небольшую деталь, то не стоит красить прямо с банки. Вы можете занести туда разный мусор, крошки, опилки, а потом придется его собирать с окрашиваемой детали. Для небольших покрасочных работ просто отливайте краску в другую небольшую емкость. Таким образом сэкономите нервы и время. Но если вы окрашиваете детали с банки, и знаете, что она уйдет вся полностью, то рекомендую воспользоваться двумя канцелярскими резинками. Про одну, я думаю, много кто знает. Надев на банку, удобно скидывать излишки краски. А вот вторую резинку лучше цеплять ближе к верху банки. Таким образом первая резинка будет работать как струна, и никуда не сместиться во время работы. Бывает такое, при окрашивании, задев кисть край банки, капли льются по боковине и попадают прямо на вашу заготовку. Не ленитесь и возьмите, например, обычную одноразовую тарелку и подложите под банку. Таким образом все капли будут попадать на тарелку, и заготовка не измажется. Да и во время работы закинуть кисть на тарелку удобней, и можно сделать небольшой перерыв. Вообще пищевую и строительную пленку хорошо применять при покраске с корыца. Закройте пленкой корыца для краски, и когда вы сделаете работу, вам потом не придется его отмывать, и выглядеть оно будет как новое. Такими советами я часто пользуюсь, например, когда делал садовую мебель. Покрывал ее защитно-красящим составом 3 в 1 Форбитекс Профи Экстра Вуд. А покупаю такие материалы в интернет-магазине Территория, и по промокоду Мастер получите скидку в 10%. Мебель получилась бомбическая, и продукцией Фармен я доволен на все 100%. Кстати, друзья, хочу для вас совместно с каналом Катя Ремонт разыграть 3 шуруповерта Девольт. Для этого переходите по ссылке в описании на канал Катя, зацените отличный видеоролик и выполняйте очень простые условия. Доставка будет, кстати, за наш счет, и итоги конкурса уже совсем скоро. Закончив работу с краской, не закрывайте банку крышкой, так она засохнет, и потом сложно будет открыть. Плюс попадет мусор от засохшей краски. Поэтому перед закрыванием используйте пищевую пленку или обычный пакет. Накройте на банку и закройте плотно крышку. Таким образом, в другой раз вы спокойно откроете крышку. Да и вообще, храните открытую краску, закрытой, вверх тормашками. Таким образом, краска заполнит все щели, и в банку не попадет воздух, и она сохранится намного дольше. А вы знали, что обычные прищепки могут решать массу полезных задач, как в доме, мастерской или гараже? Для этого разбираем прищепку и сверлим отверстия для будущего крепления. Переходим на стену и закрепляем пару-тройку прищепок. Таким образом, легко хранить рабочие перчатки. Они всегда под рукой, на виду, легко найти и не валяются по разным углам. Также легко разместить любой расходник, которым часто пользуешься. Даже можно закрепить лист бумаги на дверь и записывать, что необходимо докупить для мастерской. И перед выходом всегда заметишь заметку, что тебе надо сюда притащить. Я даже у себя на рабочем столе закрепил пару прищепок и стало намного удобнее располагать все записи на виду. Все видно, все четко и ничего не забудешь. Ведь все перед глазами. А также пару прищепок расположил на стене для хранения разных метизов, которые находятся в пакетиках. Так что пользуйтесь советом. Очень годно. Мне нравится. Реально удобно. Многие знакомы с WD-40. И самая частая проблема это потеря трубочки. Так вот, друзья, чтобы она не терялась, сделайте самый простой бокс. Возьмите обычную ручку. Уберите стержень изнутри. Скатайте комок из малярной ленты и закройте отверстие. Теперь просто приматываем ручку к WD-40 на изоленту, малярный скотч и у вас получится отличный кейс для хранения трубочки. И теперь она уже никуда не потеряется и всегда будет под рукой. Используя канцелярский нож, я часто отламывал лезвие пассатижами. Оказывается, все придумали до нас. И с другой стороны ножа есть отверстие для удобного подреза лезвия. Черканите в комментах, какие советы вы знали, какие понравились, а какие нет. Ну и подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем желаю хорошего настроения, пользуйтесь полезными советами, лайфхаками и упрощайте себе жизнь. Всем желаю удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok